здравствуйте сейчас мы с вами попробуем сделать настоящую пчелку но вот поскольку у нее туловище все покрыто мелкими ворсинками то все части тела мы будем делать с вами из полосочек фома нарезанных мелкой бахромой вот сейчас для верхней части туловища я готовлю детальки и у меня черная полоска шириной примерно 7 миллиметров я ее нарезаю мелкой мелкой бахромой и и теперь и желтого форма буду вырезать полоску шириной 1 сантиметр она должна быть чуть шире чем черная сейчас узнаете почему это же ее мелкой бахромой нарезаю соединяю полоски накладываю одну на другую склеиваю их по нижнему краю и готовлюсь скручивать их в ролик удобнее сначала их склеить между собой чтобы они не передвигались относительно друг друга я не могу вам точно сказать какой длины должна быть эта полоска но примерно сантиметров 20 берите потом будем лишнее отрезать теперь я начинаю скручивать и смотрите желтые ворсинки получаются выше черных и потом после того как мы начнем обрабатывать получится что желтые бой больше видны чем черные ну а черное то будет как будто туловище там немножко проглядывает я сначала начала скручивать так чтобы черный фом оказался в центре но поняла чтобы лысая не не получилась деталька все-таки лучше чтобы желтого начиналась поэтому желтым внутрь закручиваю и делаю ролик ну все зависит от величины пчелки которые мы хотим сделать вот сейчас я делаю видимо пчелку маму такую пчелка побольше поэтому не ролик примерно но чуть больше сантиметра примерно до полутора сантиметров получается вот такой ёршик это еще не все мы не закончили с ним работу я нарезаю еще небольшую полоску желтого фома бахромой для того чтобы приклеить ее по внешнему краю этой детальки чтобы перекрыть черный фон чтобы желтых ворсинок было больше вообще у пчелки больше как раз в номер не ворсинки они как раз такого желтого или оранжевого оттенка такой возьмете фон а черная это сама как это назвать кожица панцирь хитин вот такой ёжик теперь если есть фен значит нагреваем эту заготовочку феном ну точно такой же принцип будет на утюге просто потом вас во втором варианте вы уже посмотрите как можно накладывать на утюг ну самый главный принцип что мы фон разогреваем и затем скатываем шарик эти ворсинки начинают облеплять друг дружку и довольно плотно нужно шарик скрутить а с внутренней стороны вот эту дырочку которая остается я ее смазываю клеем и сейчас ее нужно постараться всю сжать вот посмотрите еще раз со всех сторон и и так прижимаем чтобы здесь дырочки не осталось и в принципе когда мы подавляем снова подогреем и в руках хорошенько покатаем этот шарик получится совершенно невидимой этой дырочкой получится он как будто единый такой шар это верхняя часть туловища ну если захочется сделать пчелку маленькую значит все все эти детальки нужно будет просто мельче делать и полосочки совсем малюхонькие нужно будет вырезать в принципе может быть черный фом и не обязательно нарезать бахромой если делать совсем двух трех миллиметровую полоску и нарезать бахромой только вот эту желтую пошире вот как раз и например 5 миллиметров взять мне кажется когда можно сделать будет и совсем маленькую пчелку чтобы сделать туловище я беру пищевую фольгу нам нужно скатать овальную детальку причем нужно ее сделать тоньше чем мы предполагаем что будет каким будет туловище пчелки длина этой детальки как минимум в два раза больше чем верхняя часть туловища то есть если у нас шарик получился диаметром полтора сантиметра то длина этой детальки должна быть три сантиметра и теперь я подготавливаю полоски для того чтобы оклеивать туловище и здесь но принцип я оставляю тот же самый на пару миллиметров у меня желтая полоска шире чем черная и вот в таком виде я начинаю окручивать туловище начинаю окручивать его с хвостика и получается так что я на кончик приклеиваю за основание эти полосочки и еще ворсинки торчат они потом просто у нас сделают хвостик и чуть-чуть удлинят они туловище а все остальные полоски мы накручиваем по спирали друг на друга примерно 5 миллиметров шагаю между рядами и у нас получаются узкие черные полоски широкая желтая вот видите когда желтый кладется следующий ряд на предыдущий на черный то черный должно быть видно хотя бы пару миллиметров если захочется сделать наоборот чтобы черного было больше желтого поменьше значит нужно будет сделать наоборот черную полосочку шире чем желтую ну и то же самое я делаю нагреваю фоум и хорошенько в руках скатываю детальку чтобы все ворсинки прижались потому что нам не нужно чтобы пчела была лохматая эти все ворсинки они лежат вдоль ее туловище и особое внимание здесь нужно будет уделить хвостику здесь соединяться голова и туловище вот таким образом будут на ней выглядеть а хвостик внимательно тоже нужно хорошенько прогреть феном и сделать его остреньким голова у меня будет из чисто желтого флома чтобы пчела не получилось на чересчур пестрой и голова должна получиться по диаметру меньше чем верхняя часть туловища то здесь я примерно уже если шарик был полтора сантиметра то здесь я примерно сантиметр делаю полтора сантиметр делаю лишнее отрываю тот же самый будет принцип в основании нужно склеить полоски тоже будем делать шарик но только для головы шарик будет чуточку удлинены то есть должна получиться у нас деталь овальная поэтому когда будете сейчас в руках ее скручивать то ее и как шарик крутить а потом немножко расплющивать для того чтобы получился овал голова у нее немножко вытянутая голова у нее немножко вытянутая не смотря на то что вы их нагреваете и прижимаете потом немножко ножницами можно будет подрезать а сейчас я рисую глаз нет у меня будет два глазика ну вот я попробовала еще и носик сделать у пчелы как бы прослеживается немножко носик носик не потом не очень понравился вот а глазки я нарисовала на бумаге примерно сантиметр шириной и заполняю их силиконовым клеем если же к сожалению не видно конечно он прозрачный нужно сделать выпуклые детальки налить туда клея так чтобы был получилась толстенькая деталька и потом их из бумаги я вырезаю когда они остынут протыкаю верхнюю часть туловища насквозь и проволочку вставляю я соединяю но во втором варианте еще раз посмотрите как это делается здесь не получилось немножко у камеры все заснять ставила проволочку я и соединила все три части тела и теперь приклеиваю глазки ну и носик тоже ну посмотрите на фотографию пчелы если вам тоже как и мне покажется вот в этом варианте я носик приклеиваю во втором я не стала этого делать я просто черненьким черненькой краской на носике намазала не стала делать вот этот объемный хоботочек ну его вполне вот так вот можно и силикона сделать можно даже вытянуть вперед узкую ну как как назвать ту штучку которая из носа вперед хоботочек до хоботочек чтобы сделать можно его тоже по вытягивать потом мы все это дело акриловым акриловой черной краской покроем и будут эти детальки не прозрачные а черные ну вот если вытягивать хоботочек то нужно дожидаться когда высохнет остынет клей и теперь лапки лапки я буду скручивать из проволоки у пчелки три пары лапок задние длиннее и передние самые короткие средние они средние по длине чуточку короче чем задние сейчас я согнуть из проволоки все три детальки и затем для того чтобы они были тоненькими я использую тейп-ленту для того чтобы их открутить потому что если использовать фон для этого то лапки получаются толстоватыми но вы это можете посмотреть на мастер-классе когда мы делали таракана тейп-лента потоньше верни со совсем уж тонюсенькая она поэтому ею легко окрутить ножки ну так можно делать ножки у всех насекомых тейп-лентой и 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...